Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юлия, и в сегодняшнем видео мы наконец-то будем с вами говорить о новой палетке от Наташи Диноны, которая называется Glam Face Palette. Я давненько не была в таком восхищении от новых запусков Наташи Диноны, как от этой палетки. Когда я увидела ее в первый раз, я поняла, что вот это то, что я хочу и буду использовать каждый день, и это то, что я, скорее всего, возьму, когда я куда-нибудь полечу в путешествие какое-нибудь короткое. Очень рада, что я все-таки сумела ее купить во время распродажи в Sephora, где я купила ее со скидкой 20%. Эта палетка стоит 59 долларов, со скидкой это получилось примерно около 40 с лишним долларов. Это всегда здорово получать скидки, когда ты покупаешь косметику. Косметика нынче не такая дешевая. И да, вот таким образом смотрится сама палетка. Я взяла палетку Light, светлую, Наташа Динона также вышла с более темной версией этой палетки. Красиво выглядит, но, понятное дело, на ней в скором будущем будет большое количество отпечатков моих пальцев. Она очень быстро заляпываться будет. А я взяла именно светлую версию палетки, потому что я подумала, что я буду счастлива, более удовлетворена, если я возьму именно светлую версию палетки. У меня кожа очень-очень светлая достаточно, я не загораю, поэтому я поняла, что это то, что подойдет мне лучше всего. И вот таким образом смотрится эта палетка. Сейчас я покажу вам, как она смотрится ближе и покажу вам свотчи. Мне очень понравилось, как эта палетка свотчится. Это действительно та формула Диноны, которая всем нам нравится. Шиммеры здесь, это, наверное, то, что делает эту палетку настолько, они как масло. Так как я уже начала говорить о тенях, я хочу закончить говорить о них. В общем, здесь очень все легко и понятно написано о том, куда, какой оттенок наносить. Это здорово, что у нас есть такая, знаете, как шпаргалка для тех, кто только, наверное, изучает макияж, изучает разные техники макияжа. Или даже не совсем уверен в том, куда наносить какие оттенки. Это отличная шпаргалка о том, что куда наносить. Но все-таки у меня есть такое чувство, что, скорее всего, макияж, который вы сделаете с этими тенями, он будет плюс-минус одинаковый. Далее мы видим защиту на этой палетке. Здесь только один кремовый оттенок, а это именно румяна. Наверное, вам так будет удобнее. Мне тоже, наверное, так будет удобнее показывать эту палетку. Единственный кремовый оттенок в этой палетке это эти румяна. И следующий оттенок это пудровый хайлайтер. Румяна в более темной палетке, они были как будто бы гораздо более шелковистыми, чем румяна в палетке Light. Меня это удивило, потому что палетки-то вроде бы из одинаковых ингредиентов. Тогда почему румяна кремовые в палетке более темной, они чувствуются лучше, чем румяна в этой палетке? Сами румяна, мне кажется, идеально подойдут на вот это холодное время года. Да и вообще, может, даже летом я буду их тоже использовать. Последнее, что мы видим в этой палетке, это, естественно, хайлайтер. Когда я посвочила его, я сказала, мама, дорогая, насколько этот оттенок хайлайтера неземной. Такой гладкой и шелковистой формулы я пока еще не встречала. Тот самый идеальный хайлайтер, который идеально подойдет для дневного макияжа, он идеален. Я предлагаю начать, наверное, все-таки с вот этих кремовых румян. Я буду использовать кисточку для этого. Кстати, насчет лимитированности, эта палетка лимитированная. Но, смотря на то, как эта палетка прогремела на весь YouTube, очень даже возможно, мне кажется, что Наташа Динона решит сделать эту палетку перманентной. Почему нет? Это было бы очень здорово. Итак, я возьму кисточку от Fenty Beauty, вход номером 125, и возьму этот оттенок румян. Кстати, на лице у меня только консилер и тональная основа. Я решила не наносить сегодня пока что пудру. Мне нравится оттенок этих румян. Идеальный не слишком красный, не слишком коричневый оттенок. Пока что я не вижу никаких проблем с нанесением. И наносятся хорошо, и растошевываются хорошо. Я, если честно, не такой прям большой любитель использовать кремовые румяна у Наташи Динона. Да, у меня есть ее палетка большая. Я забываю о той большой палетке. А в этой палетке, я думаю, что я с удовольствием буду использовать, и не буду забывать, использовать эти кремовые румяна, которые могут очень быстро портиться, как все мы знаем. Немножко нанесу на нос. Супер! Мне очень нравится этот цвет. Кажется, это тот оттенок, который подойдет. Как раз-таки девушкам, у которых схожий цвета тип, как и у меня. Если вы белоснежка, то я не думаю, что этот оттенок может быть слишком темным на вас. Потому что он сам по себе не очень прям пигментированный. Его можно застроить до хорошей пигментации. Поэтому, да, и мне румяна понравились. Это прям 10 из 10. Давайте пробуем теперь хайлайтер. Я возьму вот такую пушистую кисточку и наберу ею хайлайтер. Момент истины. Вау. Он шикарен. Напоминает чем-то хайлайтер от Jaclyn Hill в оттенке Ice. Очень может быть активным. Особенно, если вы прям очень-очень много нанесете, вы, понятное дело, на яблочке щек. Если нанести совершенно немного, то это будет красивый, здоровый блеск. Я нанесла, конечно, слишком много его, наверное. И вот таким образом бристит, переливается хайлайтер на моих яблочках щек. Безусловно, я уже влюблена в него. Он нравится мне чуть получше, чем хайлайтер от Jaclyn Hill. Это тот блеск, который дорого выглядит, да. Что мне очень нравится, этот хайлайтер, он не смотрится инородно. Он смотрится очень естественно, как будто бы это, опять же, блеск моей кожи изнутри. И он не подчеркнул, я не вижу, по крайней мере, чтобы он подчеркнул мои поры. Вообще ничего. То есть он смотрится максимально естественно, как будто бы это так моя кожа сияет. Теперь давайте перейдем к нанесению теней. Когда я наношу праймер на веки, хочу сказать, что вообще я сегодня даже не думала, что я буду снимать сегодня видео об этой палетке. Какая сегодня была погода, очень пасмурно, дождь был. Темно на улице, как будто бы даже не день, а уже вечер был, да. И у нас еще так рано темнеет сейчас, я думаю, везде сейчас рано темнеет. Я рада, что я все-таки делаю сегодня это видео. Если вы заметили, я покрасилась. И если бы я снимала видео завтра, мои волосы бы не выглядели настолько свежими. Сейчас реально сухой шампунь это то, что помогает, когда нужно выглядеть хорошо на камеру. Сухой шампунь в коричневом оттенке, не просто белый, да. Коричневый это просто лучшее изобретение человека, я честно вам говорю. Естественно, первый оттенок, с которого я хочу начать, называется Transition. Я возьму свою кисть от Raffer под номером 27. Нанесу этот оттенок на все века, но в большей степени нанесу его поверх складки века. Тот самый идеальный оттенок, который не слишком светлый и не слишком темный. Он наносится и тушуется невероятно легко, как и, в принципе, все тени Наташи Диноны. Далее давайте перейдем к, наверное, более темному оттенку, естественно, под названием Crease. То, что мы наносим в нашу складку века, или складка переводится этот оттенок так. Я хочу использовать вот такую плоскую кисточку, нанесу этот оттенок вот сюда, естественно, в складку века. Вот увидите, это будет хоть и простой макияж, но это будет смотреться чрезвычайно секси. И я наношу уже третий слой оттенка Crease, и мне очень-очень нравится, как он показывается. Даже после нанесения этого оттенка в одну и ту же точку, просто шовый. И, конечно же, в третий раз. Я думаю, что я хочу начать использовать вот эти шиммеры, конечно же. И начнем мы с вот этого шиммера под названием Outer Corner, или нанесем его вот сюда. Красивый такой бронзово-золотистый оттенок. Очень-очень красиво смотрится. И оттенок, который я хочу использовать, это, естественно, оттенок под названием In The Corner, или мы наносим его вот сюда, в внутренний уголок глаза. Вау, вот это сияние. Я бы даже, наверное, использовала именно этот первый оттенок, первый шиммер, на все века нанесла бы его, и все. Поверьте мне, это был бы тоже очень-очень красивый макияж в итоге. Ууу, вот это пигментация. Теперь я хочу использовать вот этот темный оттеночек. И далее возьму вот такую маленькую пушистую кисточку под номером 14, и наберу немножко оттенок под названием Transition, и чуть-чуть растушую начало нашей растушевки. Соединю таким образом тени. Для последнего этапа я возьму вот этот самый темный оттенок под названием Smoke, нанесу его на нижнюю линию роста ресниц. Наверное, я все-таки хочу взять вот этот оттенок под названием Outer Corner. Хочу немножко подсветить, наверное, все-таки глаз. Какие все-таки классные пигментированные тени, особенно в отделе шиммеры. Вау, я только сейчас обратила внимание, насколько у меня много осыпашек. Особенно вот на этой стороне. Не знаю, ребят, видно вам или нет, но их здесь очень много. Прям ммм. Ну что, ребят, вот такой у нас получился конечный образ с этой палеткой от Наташи Динамы, которая называется Glam Face Palette. Я в восторге. Я не смогла найти никаких минусов в этой палетке. Но кроме, наверное, того, что шиммеры в этой палетке могут немножко подать. Поэтому, понятное дело, сначала лучше нанести тени из этой палетки, сделать макияж глаз, а уже потом наносить тональную основу и все такое. Итак, я хочу показать вам вблизи, как это все смотрится. Я нанесла реснички, кстати, первого раза в долгое время. И да, они неплохо смотрятся. Немножко, наверное, они чересчур длинные, но мне нравится такой стиль. Что-то в этом есть. В торге от того, как легко было работать с этой палеткой. Шиммеры, кремовый румяна, хайлайтер просто невероятно здоровски сделаны. Формула у всех продуктов этой палетки хорошая. Я реально не могу просто представить, кому эта палетка может не понравиться. Когда я наносила реснички, я поняла, что эта цветовая гамма мне что-то напоминает. И я решила выудить свою палетку уже старинную, она старая такая, мини-нюд, мини-нюд от Наташи Динона. И просто посмотрите на то, как эта цветовая гамма перекликается. Они выглядят просто идентично. Я такого не ожидала, ребят. Эта палетка, которая называется мини-нюд палет, моя любимая палетка. Это, если не ошибаюсь, моя первая палетка Наташи Диноны, которую я покупала еще до того, как я стала увлекаться макияжем. Я ей пользовалась просто безостановочно каждый день. Куда-то я уезжала, я брала эту палетку. Настолько она вот универсальна, хороша в качестве. Видите, шиммеры просто какие-то нереальные. Мне очень нравятся, естественно, вот эти два шиммера больше всего. Вот так они смотрятся супер красиво. И я хочу, наверное, посвочить их и сравнить шиммеры с мини-нюд из этой палетки. Немножко убавилось свет, ребят. В общем, наверху вы можете видеть шиммеры из палетки мини-нюд Наташи Диноны. Вот таким образом они смотрятся. И внизу я посвочила шиммеры из новой палетки Наташи Диноны Glam Face Palette. Сейчас, наверное, сложно увидеть, есть ли какая-то разница между ними, потому что они засвечиваются жестко. Но, тем не менее, я вижу, что, естественно, шиммеры в палетке мини-нюд, они более насыщенные, чем в палетке новой Наташи Диноны. Только сейчас заметила, что в палетке мини-нюд вот этот шиммер самый темный, он как триохромит, он триохром. И дальше я решила сравнить темные оттенки из каждой палетки. И вот таким образом смотрится темный оттенок в палетке мини-нюд. И вот таким образом смотрится самый темный оттенок в палетке Glam Face Palette. И вот таким образом смотрится средний оттенок в палетке Glam Face Palette. И это средний оттенок из палетки мини-нюд. Эти палетки, они действительно как будто бы одинаковые, и мне кажется, эта палетка, новая Танташе Диноне, была частично вдохновлена именно палеткой Мини Ньют, они просто как брат и сестра, не так ли? И дальше я решила взять палетку Глэм Палет, я не знаю зачем, но я не думаю, что эти палетки хоть как-то похожи, абсолютно другая цветовая гамма Я решила взять свою палетку румяну Танташе Диноне, я покупала эту в боксе Чаром, когда еще была подписана, та палетка, которой я редко пользуюсь Я просто хотела показать вам, есть ли разница или сходство между этими кремовыми румянами и вот этой палеткой, нет, эта палетка, это естественно просто типичная летняя палетка А хайлайтер, хайлайтер, я не думаю, что они одинаковые, давайте посмотрим Не знаю, насколько это все хорошо будет видно, но хайлайтер, который у нас из новой палетки, он находится вот здесь Это абсолютно разная цветовая гамма хайлайтеров, без вариантов, хайлайтер из палетки Глэм Фейс Палет, он уникальный в своем роде И я пока что не увидела ничего похожего в других продуктах от Наташи Диноне Я решила сравнить этот хайлайтер с хайлайтером от Наташи Диноне, я обожаю его также, называется он Анида Ньют Глоу И этот хайлайтер, он определенно имеет что-то общее с вот этим хайлайтером Я не знаю, ребят, увидите вы или нет, но вот этот хайлайтер из новой палетки и следующий к нему это хайлайтер Анида Ньют Глоу Конечно, у них одинаковый почти потон, но все-таки у нового хайлайтера из новой палетки потон как более золотистый, я бы сказала так У этого же Анида Ньют Глоу он как будто бы нейтральный, надеюсь вы видите разницу Посмотрите на мои руки, они все блестят, столько хайлайтеров перепробовала для того, чтобы найти есть ли подходящие, не подходящие, а схожие хайлайтеры с вот этим И пока что я пришла к выводу, что нет, именно поэтому эта палетка еще раз стоит того, чтобы обратить на нее внимание и прикупить Тем более это не какая-то заоблачная цена за то качество, к которому мы привыкли, да, потому что это Наташа Динона И здесь мы получаем не только тени, но еще и продукты для лица, что вдвойне здорово Кстати, я не сказала вам, где можно купить эту палетку, но наверное вы знаете, если вы охотились за ней Она естественно уже есть на американской Sephora, эта палетка также продается на Beautylish И вроде бы Cal Beauty, на Cal Beauty она вообще в разы дороже, чем на сайте Sephora или на Beautylish, потому что ну налог, да, все такое Там она стоит по-моему на долларов 30 дороже, чем в любых других местах, что вообще удивительно, я не понимаю откуда такое ценообразование Я просто уверена, что никто из вас не разочаруется в этой палетке, настолько она универсальна, она вот реально на все случаи жизни, да, и впервые в мир ее можно использовать В общем, я очень надеюсь, что концовка этого видео не была слишком длинной Я хочу надеяться, что мой обзор помог вам как-то определиться с выбором И конечно, мне будет очень интересно узнать, какие у вас мысли об этой палетке Купили ли вы ее, или вы все-таки пока ждете Черной Пятницы, будет очень интересно это узнать в комментариях В общем, ребят, я буду заканчивать это видео, я очень надеюсь, что вам это видео помогло Я надеюсь, что оно было информативным также Я хочу пожелать вам хорошего дня, прекрасного настроения и всегда оставайтесь красивыми Ваша Юля, не прощаюсь, всем пока!